Всем хай, вы на канале NoCube и добро пожаловать в моё новое видео по моду DivineRPG на Minecraft версии 1.12.2. И сегодня я научу вас, как убивать термосекта, солнечного шторма и вечного лучника совершенно без получения урона. Все арены и способы, которые вы сегодня увидите, разработаны были лично мной, я очень сильно старался, поэтому надеюсь, что вы поддержите видео лайком и подпиской, а также обязательно пишите в комментариях своё мнение по поводу этого, а также, что бы вы хотели видеть. Ну и давайте уже переходим к самому видео, погнали! И первым делом научу вас, как убивать босса по имени Солнечный Шторм. Напоминаю, что он спавнится у нас в Эдене, и чтобы его призвать, нужно будет найти вот такой вот специальный алтарь, светилище такое, в котором в центре у нас стоит вот такой вот спавнер. Чтобы построить для него арену, захватите два любых полублока и, скажем, стак булыжника, потому что наверняка у всех в выживании будет в сундуке валяться хотя бы один стак булыжника лишний. Вот сейчас он как раз хоть пойдёт на пользу. Итак, первым делом мы над спавнером у нас ставим два блока булыжника, вот так, и один из них разрушаем, чтобы здесь было пустое пространство над спавнером. После этого ставим ещё три блока булыжника, чтобы у нас создавалась такая маленькая платформа, которая нависает над спавнером и располагается ровно над вот этими блоками жёлтой травки. После этого строим нашей с вами мини-платформочкой вот такие стены, которые будут высотой в два блока, и строим их абсолютно со всех сторон, чтобы у нас получилась вот такая хорошая закрытая коробочка из булыжника. Ну и далее дело за малым, мы выбираем какую-то из сторон нашей арены, какую угодно, какую вам удобнее, я выбираю именно вот эту сторону, чтобы у меня был спавнер сбоку, чтобы было удобно этого босса призывать. Итак, ломаем здесь 2 блока булыжника и ставим полублок на верхней части вот этого блока булыжника, чтобы у нас получилась вот такая конструкция. После этого прямо поверх пола нашего алтаря ставим вот так 2 блока булыжника и сверху ставим каменную плиту. И у нас получается вот такое маленькое окошко, в которое мы можем зайти и стоять здесь в полный рост и дальше уже убивать нашего босса. И, собственно, жмякаем по спавнеру правой кнопкой мыши, переходим в выживание, чтобы вы видели, что способ действительно работает, и вот у нас, собственно, сам солнечный шторм появился внутри нашей коробочки, мы можем его совершенно безнаказанно вот так атаковать, он в нас не будет стрелять, он не будет ничего предпринимать, чтобы нас победить. Ну а теперь очередь для следующего босса, это у нас термосект, и он спавнится у нас вот в таком вот светилище, которое у нас в центре содержит спавнер. В отличие от предыдущих боссов, для того, чтобы убивать термосекта, вам придется построить немножко необычную и замороченную арену, сейчас я вам покажу, как она строится. Первым делом вам нужно помнить, что на вершине данжа у нас растет вот такое вот маленькое деревце, и вершина для этого деревца это вот этот самый блок, от которого у нас будет отсчитываться арена, и сейчас я вам в сторонке где-нибудь покажу повторно, как воспроизводить эту арену, как ее построить. Учитывая то, что на данже растет самое обыкновенное дерево, мы прямо вот на этом дереве с вами, ребята, и начнем строить. Вот этот блок, это будет то же самое, что у нас тот блок, который находится на вершине данжа. И первым делом нам нужно будет отстроить во все четыре стороны по четыре блока булыжника вот таким вот образом. У нас получился замечательный плюсик, а теперь сделаем из этого квадратную платформу. Платформа готова, теперь создаем для нее бордюр в один блок. Закончив с бордюра, мы получаем вот такую вот простую конструкцию, которая у нас находится на вершине дерева. После этого встаем с любой стороны от этого блока, я встану с этой стороны, и строим ровно 9 блоков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. У нас получился вот такой вот столб. Повторяем эти же столбы со всех четырех сторон от нашего центрального блока. Когда мы закончили со столбами, теперь пришло время соединить их вот таким вот плюсиком по центру. А после этого в центре плюсика проделываем дырку в один блок, и у нас получается вот такая конструкция. И теперь переходим к последним штрихам, берем наши заранее заготовленные таблички, отступаем от верха плюсика два блока вертикально, и на третьем ставим пустую табличку. А поверх нее с зажатым шифтом ставим еще четыре пустые таблички. У нас получается вот такая конструкция. После этого, наведясь на боковую часть вот этой таблички, мы с вами ставим у нее по бокам еще две таблички. И у нас получается такая как бы закрытая маленькая коробочка. После этого, наведясь на верхней части наших поставленных здесь табличек, также с зажатым шифтом ставим еще таблички сверху. И последняя вот здесь И все, у нас получается в итоге вот такая конструкция из табличек После этого поднимаемся наверх, выливаем наше ведро лавы И наша конструкция из табличек будет удерживать вот этот вот небольшой поток лавы Прямо здесь он не будет никуда утекать Собственно, наша арена готова И теперь давайте же мы ее протестируем Спускаемся вот сюда, вырубаем мирную сложность Включаем режим выживания и жмякаем по спавнеру правой кнопкой мыши У нас появляется термосект И вы видите, у него прямо сейчас начинает убавляться хп И до сих пор, пока мы находимся внутри вот этого светилища Сам термосект нас не будет видеть, не будет агриться Единственное еще, что я здесь не учел, это то, что какие-то мобы Если вдруг вокруг заспавнятся, они могут вас также повредить И тогда уже будет не наухитовое прохождение Поэтому, если вы хотите совершенно без урона проходить Лучше всего позатыкайте здесь себе все щели Оборудуйте, в общем, вот эту комнату, чтобы в ней вы могли спокойно сидеть Еще один важный момент То, что мы можем под спавнеру жмякать правой кнопкой мыши кучу раз У нас будет появляться куча термосектов И все они одновременно будут, ребята, умирать Это просто замечательный способ фарма Я думаю, вы поняли принцип А сейчас я вам покажу в креативе, как это вообще выглядит Они у нас как бы здесь спавнятся И наш вот этот источник лавы дамажит верхнюю часть хитбокса босса А нижняя часть, там, где у нас будет появляться лут Она не задевается, соответственно, лут у нас никак не сгорит Вот боссы умирают Вы видите, нам сыпется весь с них опыт Там также лежит всякое оружие Сейчас я выключу сложность, чтобы у нас была мирная Вот, пожалуйста, вот весь лут, собственно, с боссов И, как вы поняли, для убийства этого босса Вам не нужно абсолютно ничего, кроме того, чтобы построить эту арену И просто пережидать себя спокойно вот в этой комнате До тех пор, пока босс не умрет Следующий босс у нас, это вечный лучник Который у нас появляется в мире опалача На вот таком вот алтаре Если мы его используем на правую кнопку мыши Для того, чтобы его убить, нам понадобится булыжник И абсолютно любое оружие дальнего боя Больше всего рекомендую какой-нибудь бесконечный дальнобойный оружие Например, тот же якорь или плевродон Или любой другой из якорей Или какой-нибудь адский лук В таком случае убийство босса будет максимально дешевым и профитным А сейчас мы с вами начнем строить арену И первое и самое важное, это то, что вам нужно будет повернуть камеру Именно с такого же угла, как я сейчас смотрю на эту арену То есть, чтобы в центре вот этого квадратика Состоящего из травы У вас спавнер находился в правом верхнем углу вашего вот этого квадратика Чтобы у вас камера именно вот так была И именно поэтому вы будете ориентироваться Когда будете самостоятельно строить арену Итак, первое, что нам нужно сделать Нам нужно будет вверх поставить два блока булыжника И влево два блока булыжника Затем вниз И вправо уже по три блока булыжника И поставили мы эти блоки для того, чтобы сделать себе как бы разметку стен. Мы можем сейчас убрать все лишнее. И вот у нас вот здесь будут вот такие вот, ребята, стенки. Камера находится все еще на том же самом углу, что и в начале стенки у нас выглядит вот таким вот образом. После этого продлеваем наши стенки вертикально еще на 4 блока. Раз, два, три, четыре. У нас получается вот такой вот специально огромный каменный котел какой-то, да? И далее мы должны, добавив еще один блок к его высоте, построить вот такую вот полосу, чтобы она у нас как бы перекрывала центральную часть нашего котла. Чтобы вы не путались, напомню еще раз, что начиная от основания нашего алтаря, высота у нас ровно в 6 блоков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот такая вот у нас высота нашей структуры. И теперь следующий, последний шаг, это то, что мы делаем чисто себе для удобства в выживании. Мы здесь ломаем блок, у нас здесь виден как раз таки сам спавнер. И после этого мы с вами можем вертикально поставить вот так вот лесенки какие-то себе, либо же как-нибудь там из булыжника построить себе лестницу для подъема. Это уже, ребята, в общем, сами решайте. Ну и демонстрация того, как работает арена. Мы нажимаем правую кнопку мыши по спавнеру, поднимаемся теперь на самый-самый верх, ребята. Встаем на нашу вот эту вот полосу, выбираем оружие дальнего боя и начинаем прямо в плечо нашему лучнику стрелять отсюда с высоты. Как вы видите, урон по нему проходит, никакого вреда он нам не причинит, потому что он не сможет в нас попасть. Вот мы убили босса, но вот незадача. Весь лут валяется там, все очень неудобно, очень просто все это дело, ребята, решается. Спускаемся вниз, где угодно делаем дырку в стене, просто ставим там обычную любую дверь, и все, пожалуйста, вот мы можем открывать, заходить сюда, забирать вещи, закрывать дверь и дальше продолжать босса фармить. Ну вот такое вот сегодня у нас с вами, ребята, видео получилось. Я очень сильно надеюсь, что мои способы вам помогут, если вдруг у вас были сложности с убийством боссов, или же просто сэкономят вам время, потому что гриндить одних и тех же боссов, ну это как-то прям вообще скучно. Так или иначе, всем огромнейшее спасибо за просмотр, ребята, очень ценю каждый лайк и каждую подписку, меня это очень сильно поддерживает. Распространяйте мои видео друзьям, если вдруг они тоже играют с модом Divine RPG и хотят узнать, как убивать боссов. Ну а на этом все, всем удачи, до новых встреч, пока!